Много раз. На удачу. Бегич и Тибор Пляйс. Два игрока, чей рост практически 2.20. Они не самые высокопрыгучие, но абсолютно точно самые высокорослые. Ну вот и Козор выигрывает этот спорный. А Пляйс выигрывает подбор после промаха Козора. Это интересная дуэль. Два таких игрока всегда вызывают любопытство. Но они не являются главной ударной силой своих команд. На Чионе из-за трехочковой дуги точным выстрелом открывает счет. Аргентинец в этой команде. Вот как спанулись в Олимпиакосе, так на Чионе в куче. Перпероглу. Аккуратненький такой. Бэби-худ. Забил из трехсекундной зоны. Не знаю, почему это ему Козор позволил. Это Эртель. Эртель основной разыгрывающий, а когда разыграется, то может быть и основным забивающим. Обыгрывает Мансариса. Лезет под Бегича. Пас плохой. Однако Козор его выловил. Теперь ничего нет. Кляйс не видел кольца. Понимаете, это самая страшная вещь для центрового. 2.20 иметь и к стыду своему промахнуться, находясь в 5 сантиметрах от корзины, он не видел кольца. А Бегич ему тут же отомстил точным полукрюком, выводя Олимпиакос вперед. 4-3. Мирзе очень прибавил. Причем прибавил он еще и отмечал это в прошлом сезоне, играя за Реал. Как в фолкер-перуглу он опоздал занять позицию перед Козором. Два француза в составе испанцев, это вызывает улыбку, однако французская школа баскетбола, между прочим, чемпионы Европы, действующие сборной Франции, заставила себя уважать. А центр подготовки баскетболистов под Парижем ничего не забил с фолом, пока я хвалил французов. Забивает в испанском клубе пока один аргентинец. Мирзе Бегич, первый фол, командных два. Ну так, за минуту 35-2 фоларит. И вот зачем Бегич опускал руки, знает только он. А, ну пятый игрок-то я ж так и не объявил, пятый игрок Олимпиакоса, это, конечно, Георгия Спринтезис. Значит, интересно, что в испанской команде я начал перечислять, да? Два француза, аргентинец, немец и чак. Давид Елинок, черский, нападающий. У Елинока самая сложная задача, он отрежен держать спанулеса. Не видел мяча. Хорошая передача, и Принтезис мажет свою коронную подставку. Забрал Тибор Пляйс за счет роста и прыжка этот подбор. Поторопился, по-моему, Андрес, ничего не ответная атака Олимпиакоса. Ну и кому же здесь фолка? Толкались оба одинаково. Мяча не было ни у того, ни у другого. Ну, чего они не спорят с итальянским арбитром, с Церебухом. Значит, ничего не держат Принтезисом. Я так понимаю, что Елинок должен держать пер пер углу. Фолл Принтезису, фолл, толчок в спину, и это было очень заметно. Знаете, есть хорошее правило, когда высокоростный игрок идет на чужой щит, на подбор. Лучше всего, если бы руки... Видите, какой толчок в спину, да? Лучше всего руки сразу держать наверху, над головой. Нечем толкаться будет. Я их мячу поближе. Так. Есть первые два очка. Не... Забил 22-й номер. Это Томас Артель. Мансарис на первом углу, на Принтезисе. Это не была передача, это был бросок. Ну вот, Пляйс накрыл Бегича. Причем накрыл очень эффектно, с моей точки зрения. Красиво накрыл. И тут же был вознагражден передачей Артеля. Немецкий центровой забивает эффектнейшие два очка. Сверху, в одном прыжке, посмотрите. Да. Бегич потерял позицию, не знал, что делать. Оспанулись, потерял мяч. Пас нужно отдавать, конечно, удобно, аккуратно для защитника. 10-4. Такое комфортное преимущество у Куччи Лобарай. И таймаут берет борцокос. Я сказал последний, потому что вчера состоялись пять матчей. Я надеюсь, вы знаете их результат. И отмечу еще раз красивую и уверенную победу ЦСКА над лидером группы Реалом. 85-7-71. Сегодня Локомотив с трудом выиграл, но выиграл же. Домашний матч у Жалки. Если 85, подходит к концу матч в Стамбуле. А на Долуфе сыграет Симпорио Армани. Комментирует этот матч мой коллега Анатолий Мышкин. Ну и вот последний, восьмой матч игрового дня. Куччи Лобарай Олимпиадус. Знание иностранных языков всегда было сильной стороной, но он хороший тренер. Серджио Скориолло. Итальянский родной, испанский в совершенстве. Английский очень уверенный. Он, вот я не могу в этом убедиться, я ни разу не слышал, но по тому, что написано в его резюме, он еще и говорит по-португальски и по-французски. Просто тренер-полиглот. 7-0. Такой рыбочек предпринимает куча и владеет мячом. Елинок вводит мяч из-за боковой. Ничего не получил. Получил. Отдал мяч Артеллю. Пляйсу не дали поднять. Надо было в одном прыжке атаковать. Второго прыжка-то нет. Получая мяч, у него кисти рук были высоко над кольцом. А здесь поздно. Очень легко обыграл Елинокас Панулес. Одним кроссовером. И забилось под Пляйса, не подпустив того. Крепкий. Физически очень крепкий Василий. И несмотря всего на скромные 193 сантиметра, по баскетбольным меркам скромные, он в прыжке чувствует себя уверенным, координированным и очень крепким. Мансари здорово сыграл. Он ставил спину Кибуру Пляйсу и позволил товарищам по команде забрать подбор. Трехочковый от Принтезиса мимо, а Георгес, по-моему, был уверен, что мяч идет в цель и не пошел на подбор. Так бы ему мячик этот достался. Потеря на этот раз. И это не Артель. Это Козор отдавал эту передачу, которую задел. По-моему, спанулись, а перехватил уже мяч в первую очередь. И фол Козоро. Третья команда у хозяев, у испанцев. Умко в защите Мичерони агрессивно потянулся и мячик достал. Ну вот, в первый углу, это для него ударная позиция. Хорошие переводы и Мансарь нашел. Ай-яй-яй. Ну, в данном случае мячик залетал бы и без помощи Бекича. Со второй-то попытки Принтезис забил. Ну, я не знаю, кому запишут эти два очка. Неважно, два очка набрал Олимпиакос. Перфероглу получает второе персональное замечание, между прочим. И у Олимпиакоса это пятый командный фол. Он будет пробиваться. Замена. Перфероглу ушел. Видно, что ушел. Товарищи его благодарят. И борцокус, видимо, в общем, доволен. А Матилайевский вышел на площадку. У Олимпиакоса. Американец по 24 номерам. Он пониже ростом, чем Перфероглу. У Стратоса 2 метра ровно. А у Лаевского 198. Ну вот, бросок дальний, пожалуй, поинтереснее. Не участвует сегодня в матче. Ни Ханга, он был слева. Ни Санэмитерио. Это та самая потеря. Ханга-то не сильно потеря. Для Кучи. А вот потеря своего капитана, игрока сборной Испании, Корнандо Санэмитерио, это потеря. Пропустили передачу входящему воесту. Бегич. Еще один полукрюк. Близко нет. Молоко. Сейчас Пляйс хорошо защищался. Елина. Это снайпер Бегич. При получении мяча Пляйсен. Как три видения уже. Уже три. Ой-ой-ой. Что он вытаряет? Это был небросок. Швырок мяча в сторону кольца. Пол Принтезис. Ага, нет, я ошибся. Технически дают кому-то из испанцев за симуляцию. Испанцы, да. На чего они получают? Технически за картинное падение. Смотрим. Ну, видите, он на пятках пошел назад, да? Вот. Столкновение было, но не такое, от кого, от которого здоровенный парень, бычок такой, ростом 2 метра 4 сантиметра. Андрес Ничионе должен валиться на паркет, как подкошенный. Впанулись пробивает технически. Забил. Команда будет продолжать владение. Впанулись и теперь три очка, если я не ошибаюсь. Да, три. Но с этими тренажками самая результативная команда. Вообще уже должен был бы быть рекламный тайм-аут в первой четверти, но как-то судьи пропустили. Ну что, Бегич теперь-то отдаст, отдал. Лаевский на своей точке мячик получил и тут же отправил первый трехочковый в составе Олимпиакоса в цель. 12-12. Так еще интереснее. Ну долго, Эртель, долго-долго отдал. Вот 11-м номером на площадку вышел в центровой. Это Ламонт Хамилтон, американец, рост 208. Ну такой здоровенный парень. Поменяли ему Чионе. Вместо него Лео Майнойди. Еще один аргентинец в составе. А теперь вот Хамилтон наказан. Пошел отбирать мяч у Маленького. Нарушил правила. И это пятое командное замечание. Будет пробиваться. Уходит отдыхать Бегич. Вместо него Брайан Данстон. Шестой номер. А, ну не отбирать. Он заступающий шаг сделал. И жестко поставил плечо. Вспомнили. Сейчас выведет Олимпиакос вперед. Поторопился я. Но скорее уже вот сейчас. Из двух один. Не его процент. Тем не менее 13-12. Показывает указательный мизинец. Большие должны подняться. Майнольди чего-то не понимает. Молодой парень. 205 рост. Опа! Хамильтон. Ему позволительно. Но и него-то держит. Лаезки забрался на лицевую линию. И отдал передачу точно Фабиану Козеру. Легкие два очка. Делать каждый должен то, что умеет. Своё дело. Этот повтор, собственно, неинтересен. Вот повтор этой передачи опытный игрок не может. Лучше в аут. Выкинуть мяч. И успеть вернуться в защиту. А вот здесь Майнольди купился. Он думал, что он достанет. Что он накроет. Достал и накрыл он только левый локоть. Спанулись. Вот. Спанулись. Мало того, что забил. Будет ещё вот из-за этой... Я абсолютно уверен, что Скориола разбирал этот момент. Поэта вышел на площадку. Ну вот, наконец, испанец. Да, поэта испанец. Я пять пальцев в небо. Поэта итальянец. В данном случае три очка в одной атаке. Спанулись продолжает набирать. Пять и одну шесть очков у него стало. Козёр на Хамильтона. И тот пытается обыграть Данстона. Нет. Но здесь нарушения правила зоны нет. Задел мяч, спанулись. Но времени-то на атаку. Майнольд допустил пробежку, с моей точки зрения. И вот сирена. После броска Майнольд, мяч не коснулся дужки кольца. Время, отведённое на атаку. 24 суток. И счётчик не остановился. Потеря. Принтезис отправился отдыхать. То есть вся тройка передняя в Олимпиакосе. Но там-то... Мансарис вернулся. Спанулись есть. А вышел-то. Четвёртый номер. Это Брэнд Пэтвей. Хорошая передача. И опять... И опять. Второй раз. Вот он... Лучше он пусть бросает, чем отдаёт. Лаески забил вторую трёху из угла. Не понимаю, почему в испанском зале Витория... Это арена, которая называется... Сейчас скажу. Фернандо Буэзе. Десятитысячник. Чё там такая бравурная музыка? Команда проигрывает. Мансарис забрал подбор. Плюс пять. И атака. Спанулись в раннем нападении трёху. Мимо. Майнольди успел под свой щит. Подбор забрал. Один. Один. И под блокшоп. Лаески разгоняется. Хорошая передача. Но Мансарис дисциплинированный. Ещё раз трёху. На этот раз точно. Отспанулись. Бежать вот так вот. Сломя голову против Олимпиакоса. Смерти подобно. Четырнадцать два. Отрезочек выдаёт Олимпиакос. Двадцать два. Четырнадцать. Получается... Было двенадцать. Восемь. Ну да. Вообще было минус шесть. А теперь плюс восемь. Интересно своему же соотечественнику, итальянцу в поэке, на английском. Ну, чтобы все остальные тоже понимали. Мы меняемся при пик-эн-ролле, при этом заслоне. Мы меняемся. Если игроки не выучили это на тренировке, то несколько поздновато. А вот здесь гораздо интереснее. Здесь про пространство. Борцокос спокоен. Он объясняет о том, как завоёвывать пространство в защите. Это первый мяч, который забил перпероглу. Я отмечал этот полукрюк. Это Эртель. Но это ещё впереди была куча лабора. И здесь ещё впереди была куча. Здесь счёт 6-6, по-моему, стал. Поэтом розыгрыши запустил 15-й номер. Это Фодж. Хамилтон. Было похоже на правду, но всё-таки левая чужая. Вспанулись, не видел мяча, но успел всё-таки на крик обернуться и поймать. А вот здесь полуктрюк прошёл. Брайан Данст открыл свой лицевой счёт. Плюс 10, 24-14. И хорошо Олимпиадо защищается. Козор против Лаэски не имеет никакого преимущества. Данстону фолк. Выигрывая позицию из-за левого плеча Хамилтона, вылезая вперёд, Брайант решил мячик перехватывать. Решил он его просто выбивать. Давайте посмотрим. Ага. Правой рукой фолк. Конечно. И фолк пробивается. Ну вот, наконец-то, засуху. Безочковую Хамилтон. Скорее всего, прежде. Надо будет при следующей встрече у Скориола поинтересоваться про этот галстук. А посмотрите, кто сидит. Несостоявшийся тренер сборной России. Знайка. Сейчас я вспомню фамилию. Раз он сидит на этом матче... Ну, не борцокоса же он собирает. Опа! Ай, какая передача! И замечательные два очка забивает Данстон. Передачу отдал Спанулис. Далее в нападении разыграться. Ну, опять будет бросать? Да. Посмотрите, какой уверенный в себе парень. Бросает и мажет. Усилиями поэты хозяева забрали подбор. Хоч просит встать в расстановку. Ну да, он убивает время. Это последняя атака в Чеховке. Будет все сам делать. Достаточно сложно. Майноль безобилла. Мяч должен быть защитным. Молодец парень. Не выключился, не обращая внимания. Забрал мяч и тут же отправил его к кольцу. Ну, Церебук с улыбкой побежал к монитору проверять, что раньше, сирена или бросок. Мне показалось, что сирена позднее. Так что думаю, что мяч будет защитным. Пока хочу вам сказать, что щит выигрывает Олимпиаду с 11-8. За 10 минут плюс 3 это достаточное преимущество. Между прочим, в нападении испанцы-то взяли три подбора, а Греку только один. Ну, могли бы и нам дать посмотреть. Мяч не защитный. Ему виднее. Еще раз. Одна и одна. Да, посмотрите, зажглась. Рамка на щите, значит, время кончилось. Ориентироваться нужно по рамке, а не по звуку сирены. Это понятно почему. Процент попадания. Двухочковый у бросков. У баскетболистов кучи. Их 14-4, 28. У Олимпиакоса из 11-7, 63. Трехочковый 20%. У баскетболистов из 5-1, то бишь треху забил только первую на Чионе. А у греков из 6-3, 50%. Потери теперь смотрят. 2-2. По потере нормальность. Ну, пополам. Мячья 6-6. Пошла вторая четверть. С Кориоли надо что-то придумывать по игре в обороне. Лаески на площадке. Спанулися я видел. Сейчас посмотрим, будет общий план. Одиннадцатый номер у гостей, это Коллинз. Коллинз, Лаески. Спанули с треху из угла там. И два американских высокоросля. Пэт Уэйданский, 4-й и 6-й. Данзкий, 6-й номер. Поэта у испанцев. Майнольди у испанцев. Пляйс вернулся. Хеннелтон остался. Одиннадцатый номер. Мяч ушел открылся, я согласен. И, по-моему, Ходж. Вот таким составом вторую четверть начал с Кориола. Честно говоря, Коллинз в качестве разыграющего. Зона, между прочим, зона у испанцев. Раньше времени, что случилось? Три секунды случились. Три секунды, это польский арбитр. Не польский, сербский арбитр. Зафиксировал как раз того, которого, я не знаю, Маричич. Надо уж забить что-нибудь сыгрытое у себя на пакете, на домашнем. Майнольди ждет Ходжа. Дождался. Ходж заряжает треху. И получается совершенно нелепый фолк-коллинг. Абсолютно нелепый. Три штрафных будет пробивать Ходж. Но жаловаться не на кого, кроме самого себя. Бегич одного. Ага, это он Данстона поменял. Обратная замена. Данстон провел на площадке 4 минуты и 6 секунд. Из 11. Бегич, значит, не играл 7. И теперь будет играть. Да, но есть Пляйс. Нужен и Бегич. Уравнилов-то в росте. 2 из 2. Молодец Ходж. Как бы Порцокос не передержал, спанулись. По-моему, дать отдохнуть во второй четверти. Три очка своей команде Ходж все-таки принес. А Бегич не бьет с линии штрафного броска. Хотя и продукт Югославской школы. Хорошая передача. Ну-ка, еще раз. Нет, Лоэски. Три трехи подряд не забил. Угол поменял. Из того и в угла увереннее бьет. Хэмилтон из рук в руки. Да, на Ходжа. И второй раз ему заслон. Хорошая передача в угол. Майнольди бьет. Мимо. Сам подобрал. И везет ему. Ну и он не выключается из борьбы. Хэмилтон. Еще раз Майнольди. Снова мимо. Пляйс. Но не дал ему поймать мяч в руки. И Бегич. Он для этого на площадке. Партнеры забрали мяч с поля. Хорошая передача. Коллинз бьет. Отлично сыграл Мэтью Лаэски. Это его два очка. И он теперь сам. По 0-13. Нет. Он второй по результативности в Олимпиадосе. Коллинз. Он ждал эту передачу. Поэтому по этому надо было бы самому выводить мяч из тропсикальной зоны. Возвращается в игру Андрес Мичиона. Меняет Майнольди. Все хорошо. Осталось только забить Майнольди. Поэтому нашел Пляйса. Ну и опять Бегич помешал. И Бегич забрал подбор. Опять все равно обязанность таких позиций атаковать. Ох, какая передача от Спанулуса. Тут можно и повисеть на кольце гимнастического упражнения ВИС. После Данка. Выполнил Мирзебегич. Во! Хоч. Бросил страховать. Поплотились. 24 отрезок. Пляйс. Не прыгал. Падал. Слабые цепки. Ножки. Ножки. Барапляйся. Плаевский просит заслон. Коллинз. И довели мяч до Асовы. Игрока свободного гугла. И Пэтуэй. Это Брэнд Пэтуэй забил. Не подвел. 10-3 счет. В этой четверти. 26-15. В первой. Не вижу шансов пока. В Атахе ничего не получается. А в защите они не могут остановить ключевых игр. Это про защиту. Вы ничего не делаете в защите. Вытесняй его. Не давай ему занимать позицию улицевой линии. Это про борьбу Тибора Пляйса с Мерзебегичем. Теперь задумался сам Скриол. Санглийского на испанский и обратно. Сисайд слэш от названия комбинации. В чем оно заключается я не знаю. Я всегда удивляюсь в этом. У него высокая стартовая скорость успонулась. Однако, когда он идет к кольцу, он скорость сбрасывает. И вот так вот. Ну, быстро, конечно, но не на самой большой скорости. Он туда пролезает и забивает. Великое мастерство. Ничего не отдал Ходжу. И на Ходжу свалили, когда уже он кольца не видел. Зря фалили. Спанулиса, кстати, поменяли. Под 14 номером Мерзебегич, по-моему, тогда второй пол. Лукас вышел вместо Спанулиса. Печальные глаза у Фернандо Санамитерио. Не нравится ему ход развития событий. Печальные глаза у Фернандо Санамитерио. А в 45 градусов, потому что был увлечен опеха игрока без мяча в углу площадки. Командовать зоной должен Тибер Пляс. Большой должен разговаривать. Впенече третий фолл надо менять его. Основной центр получил три фола в первой половине. До конца третьей четверти ему нечего делать на площадке. Необязательный фолл получил Мерзебегич. Фернандо Санамитерио. Пекичи Коллинз ушли. К этого и вышел. Кто-то еще, но вышел. А, Севрик Симмонс. Хороший нарез. И Симмонс, глядя на Пляйса, не увидел мяча. Верхелик и передачу отдал. Коу Хэмилтону, а разбушевавшийся и раздухарившийся Мэтью Лаэски шел забивать сверху в стиле Леброна Джеймса. Заслуживает повтор этот момент. Хэмилтон второй фолл. У Камазы и Чалабарай первые полы, вторая четверти Камамы меняют. На Елину-ка поменяли Хэмилтону. Я сейчас посмотрю, это интересно, на самом деле. Вот. Вот уж. Настоящий американец. Татлоевский штрафный. Взяла на всего 76%. Часто вы видели два из двух. И очень уверенно. Хорошая передача. Ничего не решил пройти. И переиграл Седрика Симонса. Красиво переиграл. Нет. Хороший период. Коцевелли спешил под 19 номером. Промо соперника приветствует болельщики Кучи. Болл тактический, грамотный, свалил Пэтуэйн. Коцевелли. Болл тактический, грамотный, свалил Пэтуэйн. Коцевелли! Промо conditioning. что у него классный бросок саду площадке появился принтезис хороший перевод на надо бить и принтезис бьет фантастика в лоб треха от щита попросила повторить без сопротивления он из пяти такую дай бог одну забьет картер еще раз тоже дочь как-то поцелелись не очень внимательно защищаются против артеля хорошая передача он отсюда еще не мазал и не собирается но эти лояске картель забил 3 мяча подряд может быть это всклыхнет в общем потушек товарища тайм-аут 413 до конца может быть рекламный может быть варцокос для того чтобы с лукасу объяснить как надо против артеля защищать лукас очень упрямо и скучу а а ну а с надпись помощь со слабой стороны в защите движения ну а а этого парня все ловили с левой стороны откуда заслон ставится он прошел вправо ой какая передача сразу а ведь это интересно очки то я знаю спонули забил 13 очков и отдал пять результативных передач красавец один подбор потери нет прессинг после этого таймаута а успели 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 восемь секунд это когда 16 на табло остается за восемь секунд надо перейти центральную линию а к цели лишь на принтезис это против коджа не успели бросить этот мяч защита не будет сколько угодно может предъявлять претензии товарищем по команде если ты видел что остается одна секунда чё ты его обыгрывай подымайся добей тарадор смелее в бой ну что же кто здесь у нас тарадор на чего нет хорошо защите принтезис лаевский ускоряется и опять ему не дали забить сперху а танк симмонса защитой не будет лаевский будет прибивать два штрафа полом наказываем уолтер хоть полом ну хоть показал как надо валить под кольцом видите он руку отрубил настолько что лаевский штрафной не забивает а это замечательная игра в защите принтезиса не на что не отвлекался соперник и мяч соперник и мяч оп из двух один плюс семнадцать в пользу олимпиакоса три с половиной минуты еще играть в первые половины сейчас он забьет четыре очка в одной атаке в этом отношении конечно они два опытнейших гитрейших и очень физически сильных игрока они стоят друг другу принтезис улыбается что пола не было ничионе тоже улыбается скорее всего он же забил холк был холк был еще один игрок двенадцатый номер это Илмэйн Диоп из центровой Сенегала и это именно он нарушил правила по фигури он конечно напоминает мануту боло но у мануту боло было 2 метра 34 сантиметра а у этого парня только 2.12 сантиметра посмотрим как он умеет играть в баскетбол трампезис мячик получил полка возится с мячом Слукас и Мансарис Слукас бьет трех подтверждаю что бросок у него это самое сильное место в техническом арсенале не забил в этой атаке Эртель и Олимпиакос и опять поймал на спину поймал на спину ничего не показывает он меня и руками держал не увидели судьи плюс 19 Олимпиакос порядок и класс побеждают сегодня Елинов промахнулся из под колца в хорошем проходе он обыграл как раз Лаески но не забил трех полетело все у греков пойди теперь останови плюс 22 они ведут Эртель Ходж бьет трехочковый нет обращаю ваше внимание на тот факт что вот сейчас только игрок опекавший Ходжа это был Коцевелес не боролся за подбор по своим щитом у Олимпиакоса Диоп Диоп едва не первый раз не взял мяч в руки но дотронулся до него слух и сухой чтобы лишнего не сказать сам себе рот ладонью закрыл вместо Ходжа Казара возвращается и Мансарис вместо Коцевелеса а у Олимпиакоса этот пол получился пятой команды но честно говоря меньше полутора минут играть они все нормально распределили куча такого вообще не палит в этой четверти то есть тоже определился по набранным очкам ничего не набрал 11 ФД 10 так что их два не один лидера два ой 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 как же так ребята ладно к Диопу какие претензии но вы то между собой пропустили игрока с мячом еще он такую проскачку на месте дал принтезис Козлика слегка сдотронулся до мяча аут в пользу кучу Диопе делает вид что ставит ему заслон аут аут ну и здесь он все таки поймал на левое плечо соперника ему не привезло он не забил не подкрутил в достаточной степени мяч чтобы он от счета отскочил в кольцо а Симонса еще как поймал он его встречал на левый локоть аут суди дали фолл Симонсу давить елена прививают два штрафа аут аут из двух один только чек забил но зато выиграли подбор последние минуты первой половины идет Эртель нашел таки Диопа получите ребята Диоп забил два очка набрал два очка в матче Томас Эртель отдал результативную передачу а потом взгляну как и Лукас используя нервы так технический кто получил тот кто из испанцев нет нет Мэти Лаэски получил технический ау за откидку мяча надежа это сначала предупреждают арбитры сначала идет предупреждение в случае повтора на решение тогда технический дает честно говоря наверное технические не дали это и было предупреждение что в следующий раз даст Эртель треха мимо принтезис на подборе главный Симонс не успел и так счет первой половины пятьдесят девять тридцать восемь плюс двадцать одно очко в пользу олимпиакосов я понимаю что работа определенная большая работа проделана но играют то легко изобилие под шестьдесят очков за двадцать минут классно играет команда борцокоса минут через двенадцать тринадцать я продолжу свой рассказ об этом матче а официал глобал спонсорсов туркеш аэрлайнс юроли на спортивном канале НТВ плюс продолжается прямой репортаж из испанского городка Витория о матче четвертого игрового дня этапа топ-16 мужской баскетбольной Евролиги куча лабораторий местный клуб принимает греческий олимпиакос из Витория счет после первой половины неутешительный для хозяев пятьдесят девять тридцать восемь ведет олимпиакос играет уверенно демонстрируя не только отличный командный дух и командные взаимодействия но просто превосходя хозяев во всех показателях щит двадцать пятнадцать в пользу гостей проценты реализации бросков двух очковых шестьдесят пять против сорока трех очковых шестьдесят девять против двадцати представляете трех очковые тринадцать раз бросали греческие баскетболисты девять попали ну вот остается меньше минуты до начала вот нам вывели на экраны статистику ну честно говоря статистика не утешит не проиграли хозяева гостям только в перехватах ну и количество фолов хозяева сделали меньше но это не делают им чести свое кольцо над защищает ну вот сам реализативный игрок в составе олимпиакоса матью лаэски двадцать четвертый номер шестнадцать очков спанулис успел забить тринадцать бортсокос проводит последние наставления присел на стул поэтому было невидно тренирует команду олимпиакос георгиас борцокос команду куча лабораль серджио скариола судит сегодняшний матч вот главный арбитр Куэрина Церебух Италия ему помогают сербы Елевой Йовчич и Саша Моричич третий четверть начнется с атаки гостей мяч ведет в игру стратос перпероглу вместе с ним на площадке вот это Мансарис шестой номер под Данстон седьмой спанулис и пятнадцатый это парентезис то есть только одна по сравнению с застартовой пятеркой замены вместо Бегича Данстон потеря у Мансариса Астролумина спас мяч отдал Елиноку Елинок из-под кольца бросал в столкновении с Принтезисом Грека наказали и Давид Елинок будет продавать два штрафных и в в в в в в в четвертым четвертым номер ничего не есть а есть изменения под одиннадцатым номером играет Ламонт Хамилтон который вместо Тибора Пляйсона вот а так Елинок Козор и 22 номер это РТ два штрафных реализовал Давид Елинок 59-40 Монцарис не не торопясь в разумных пределах 5 секунд на своей половине мячик подержал ох ты как здорово из-за спины на Чионе Тэмилтон накрыл 24 секунды из текли несмотря на то что Тэмилтон накрыл и даже коснулся мяча еще и Козор тем не менее владения кучи не было поэтому счетчик 24 секунды отсчитывал и отсчитывал очень красивый и еще получается две потери подряд в начале третьей четверти может быть хозяевам что-нибудь поможет блестящее первое углу Хамилтона мячик украл и не забил его поборолся 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 Мансарис три секунды не дали Петовый бить не стал дал мяч партнеру и в столкновении с Елиноком теперь такая же история Елинок наказан персональным замечанием Данстон этот мяч забил и будет пробивать один бонусный штраф и что как с ростом 195 играет на позиции третьего номера маленького форварда он девяностого года рождения в этом году исполнится 24 мяч ничего не против этого не обыгрывать не бросать не стал теперь начал обыгрыш его позиция это случай случайно что он промахнул опять обратите внимание ну спанулис хотел получить этот мяч получил его и успел просочиться между Хэмилтоном и Елиником кому дали фол Елинику дали третий мгновенная смена направления движения щелочка между двумя защитниками поэтому неожиданно поменял борцокос но он выпустил своего самого резидентного игрока сегодня Лаески Перпероглу будет бить нет доверили Лаески и тот не бьет и вот Перпероглу бьет треху ребята вот так обращаюсь к испанской команде так в защите играть нельзя обратите внимание на процент реализации трех очков у Олимпиад после 70 Хэмилтон никак левой рукой у него сегодня не получается забить Перпероглу зато он правша нет второй мяч сегодня забивает левый проходит Картель обыграл Мансарису передачу в угол и треха прицельные я хотел сказать он прицелился но промазал промазал на Чионе быстрый прорыв все игроки в белой форме возвращались в защиту спиной к мячу никто из них не успел вернуться так чтобы занять нормальную защитную позицию вот один Елина лицом к мячу и у него этот мяч проскочил совершил атаку Данстон довольный в 32 зуба улыбается против Данстон сделал танк играйте все вместе как команда не оставляйте друг другу один на один в перерыве я фамилию греческого специалиста вспомнил Кацикарис его присутствие в зале должно оказывать на Скариолу очень большое давление и не задумывали владельцы и президент куча лабора и смены тренеров президент там строгий по Сан-Антонио Киреетто мы уже показывали он был честно говоря у него штаб 16 куча лабора уверенно Скариола не так может быть не устраивает результат чемпионате Испании но я гадаю на Катей не устраивает на Катей на Катей Картель приводит свою команду в нападение. Заслон от Ночионе. Ночионе упал, ставит этот заслон. Хэмилтон вернул мяч Ортели. 14 секунд в атаке. Ничего не получается. Гелинок назад к Хэмилтону. Третий раз в центровой. Кучелобарай бьет в этом матче трех. И третий раз с одинаковым неуспехом. Все мимо. Данстин дал мяч и поставил заслон спанулись. А Хэмилтон нарушил правила. Будет ли пробивать спанулись два штрафных я не знаю. Нет, не будет. Таких холл-то дали не Хэмилтону, а Фабьену Козырову. Хэмилтону его и не было, а Козор и был. Вот зато Хэмилтону второй данк. Но первый был в отрыве, а второй в позиционном нападении. Забил Брайан Данстон. Еще раз бросил. Нет, не стал Гелинок. Пытается обыграть спанулись. Не получается. Семь секунд на атаку осталось. Лоевский мяч задел. Так, Диоп. Напомню, что это Сенегальский центровой. Меняет он Хэмилтона. А Скариола не возвращает по каким-то неведомым для меня причинам. Кибор Апляйса в игру. Очень неплохой получился Пиктен Ролл. В смысле Ролл у Диопа получился хороший. На ходу получил мяч и сразу же переправил его в кольцо. Не дали фол. Спанулись возмущается лежа на паркете. Здорово Лоевский в защите. Подоспевший Данстон мяч зафиксировал. Отобрал у Лоевский мяч без фола Эртель. Так, умышленный неспортивный фол спанулись. А я, честно говоря, отсюда из студии в Москве не видел. Спанулись вроде не был у владевшего ничем Мартеля рядом с ним. Повторите, пожалуйста. Но не слышит меня. Так, Елина пробивает два штрафных. 43-70 счет. За 5 минут 27 секунд до конца третьей четверти. Второй мяч. Там, в кольце. Интересно, что есть шарфики. Обратите внимание, на котором еще написано второе название команды Кучела Бораль. Тау Керамика. Монцарес перехватил мяч. Он один на всех не полез. Дисциплинированно. А Лоевский один. В данном случае Козер выиграл подбор у стратеса Перпероглу, который превосходит его в росте. Эртель. Попробует один на один обыгрывать? Нет. Передача на ночевом. Такой, в общем, полуклик за счет одного движения и кисти пробовала забить Диоп. Не получилось. Но то, что он этот бросок произвел, говорит о том, что он работает. С ним работает. Монцарес. Перпероглу проходит мимо Ночионе. Не выпрыгнул. Перед броском не выпрыгнул. Так на удачу навесил ночное кольцо. Монцарес заработал очередное персональное замечание. Три фола у Мирзи Бегича. Три фола у Принтезиса. Больше ни у кого опасности нет. Это у гостей. У хозяев. Три фола у Эртеля и все. Хорошо отбился. Очень хорошо отбился сейчас в защите Данстон. Нет, нет. Мяч не считается. Томас Эртель получает фоль. И даже пробитие штрафных мидий. У Томаса это второе персональное замечание. Да, для того, чтобы остановить Спанулеса, конечно, нужно упираться в землю двумя, в паркет двумя ногами и двумя руками ему в грудь. И то не факт, что он остановится. Данстон спанулесу мяч вернул. Ну, Василис повисел в воздухе, дождался, пока Данстон вроде откроется, но Адиоп руки опустил. И передача прошла у него над макушкой. Флотч под пятнадцатым номером и Ключи. Это он вместо Козера вышел. Вот он. Пол дает Мансарису. И вроде бы замерз. Четвертое командное замечание у греков. Третье у Мансариса. Вместо него на площадку вышел Коллинз. Марди Коллинз. Фамилия у американца, ну, естественно, английская. А вот Марди, это же, если я не ошибаюсь, вторник. Хорош сегодня Лаески. Нарушил правила Елины. Лаески будет пробивать два штрафных. Куда везли Елины к четвертому полу. Очень неплохо получается перекрывать линию возможной передачи у Елины. У Лаески в этом матче. Четыре передачи он. Три передачи задел, четвертую перехватил. Да. Пригодились бы сегодня оба. Не только сам Эмитерия, но и Ангер. Молодец Диод, не растерялся. Мячик с кольца сбил и подобрал его. Сунис 3-44. Нет, хоть тресни не идет. Промахнулся РТ. Коллинз. Перпироглу обыгрывает Диопа. Не забивает мячик. Хвалил я его левую руку сегодня. Кольчик уперся. Защита уперся. И уже все держат свои. Елина. Забил. И наконец-то кто-то показал попадание из-за дуги. В составе гостей. До хозяев у Елиника стало 10 очков. Удивительно, что это у него первый трехочковый бросок в матче. Ну, соответственно, и первое попадание. Не, не докрутил в этом проходе. Держа на спине защитника. Атаковал. Спанулись и не забил. А, за что сейчас спанулись у пол? За то, что врезался в Диопа. Мяч считается. Итальянский разыгрывающий путь Джузеппе Поэта. Спанулись и два персональных замечания стало. Интересно, как Диоп выполняет штрафные броски. Нельзя сказать, что безнадежный. От Майнольди мяч ушел. Между прочим, Илмэйн Дио 95-го года рождения. 19. И еще только будет 19. Мне тоже кажется, что Майнольди последний коснулся мяча. Коллинз против Ходжа поводился. Мячик получил. Пэтуэй, Коллинз, Данстон. С Лукас. Ну да, четыре американца, потому что есть еще... Лаевский и один Грекс Лукас. Вот Лаевский бьет мимо. Майнольди опять забрал подверг. Ох, хоть же скорости не было. Нельзя было трогать мяч Пэтуэй. Ну что, засчитает или не засчитает? Пока Фолк с Лукасу. И два штрафных назначают. Значит, незасчитан. Тайм-аут. В середине третьей четверти должен быть рекламный тайм-аут. В середине тоже не навалый. Даже в этой четверти в счете ведет Олимпиакос 14-11. Чурка. Вначале приходится одно и то же говорить на двух языках. Чем помощники-то занимаются? Я даже пожалел с кариолой. А помню, что Серджио Скариоло На определенный период своей тренерской карьеры провел в России Он тренировал в баскетбольный клуб Химки Собственно, это его сменил Римос Куртенайтис Который сейчас успешно работает подмосковной командой Хоч пока не мазал с линией штрафных бросков 7-7 Интересно, что он и этот задор считается 8-8 Интересно, что на нем чаще других фалят 8 штрафных за матч исполняет А, Елиник еще 8 раз бил штрафную и забил 7 Коллинз против Большого Мяч их спас Лукас обыгрывает поэту Пас в угол и Коллинз бьет из угла И все бил Маргик Елиник, хорошая передача Мои ноги почему-то не бьет Бьет Ходж Успел Данстинг на подбор С Лукас-то команду надо ждать Что играем? Коллинз было прохожим на пробежку И нашли снайфера в углу одного Только Костес-Лукас промахнулся, ничего страшного Разыграли хорошо А главное, что выполняют указания тренера Никуда не торопятся Поэта бить-то будет? Будет Забил По-моему, первый раз бросил А не, у него был уже один бросок Я прошу прощения, это Елиник забил Поэта Коллинз нашел партнера Поэтому В позиции центра себя приглашают Предлагает Пол дали Майнойди Он спорит с Царебухом Напрашивалась передача От С Лукаса Высокорослому игроку Кто там был? Петовый, по-моему А потом еще и Данстон открылся Жадный, С Лукас До мяча Два из двух забил С Лукас Поэта Команду отдал Диопу Музаслон поставил Хорошая передача на ход же А тот на ходе далеко не самый Опа И закончилась четверть Несмотря на то, что Диоп Погладел мячом на чужом щите Хорошо, кстати, забрал мяч одной рукой Подборы Плюс семь у Олимпиакоса Тридцать три, двадцать шесть Потери одинаковое количество Я не верю этому Олимпиакос на пять полов больше Сделал Анвы Проценты попаданий, конечно, сегодня Я смотрю на этот процент Семнадцать-одиннадцать Из-за трехочковой дуги Как такую команду обыграешь? Петвы один раз бросил Один попал Запанулись из-за дуги Четырех-два Перперугло один-один Слукас два-один Олинс один-один Принтезис два-один Помните, он мячик забил из-за дуги? В лоб с отскоком от счета Коцевелес один раз бросил Один попал Лоевский из пяти-три Положенный на снайпер Обыгрывай один на один И иди под щит Это так я интерпретировал Жестикуляцию Им скучно, и команда проигрывает Болельщики, он веселяться А жестикуляцию Сержа Скориола В разговоре с Лиелиноком Поэта в угол Хочет против Коллинса Ничего Ну хорошо, разбросали Только Майнольди Опять промахнулся Перперугло забрал Подбор вторым движением Майнольди Вспомнил Вспомнил, что он сейчас разыгрывающий Хотя, конечно, разыгрывать-то должен Коллинс Нет Каждый теперь думает о своей статистике Так не надо ее портить Майнольди Вроде хорошая позиция для игрока Его ампуа начнел обыгрывать спиной Поэта ошибся Коллинс С паузой, но забил Пропустив под собой Ходжер Ой-ой-ой, Диопса средний Мы тут ожидаемый результат Хорошая передача Дистрата Сперперуглу Нет Не забил И Данстон мяч не удержал Пошел товарищеский матч Победитель ясен Вот И та, и другая команда Играет далекими От оптимальных составами Ну, у Олимпиакосов все-таки опытных И классных игроков побольше Ну, поэта забил Его поэма Так, теперь Слукас будет стараться забить Забил 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 Очень неплохую передачу Мягкий наброс От Ходжер Идиок легко переправил мяч в кольцо Да, ну, ход шлевша, так что он сильной рукой отдавал эту передачу Куда Слукас хочет? А он Колин с позиции центра И вот он Хоу Данстона Куда 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 Набрать двадцатник? Мне просто интересно отличилось. Поэтому и будет выводить мяч против прессинга. У него это получилось. Ответную передачу от Данстона он не дождался. Понялось один на один с Пайердер. Нет. Козор выталкивал к груди его за лицевую линию Перпироглуха. По-моему, за весь матч нам первый раз показали крупным планом молевой и Ёвчича, арбитра из Сербии. Хороший арбитр не должен быть заметен. И опять Диоб забивает. Его хорошо кормят. Передачу сейчас отдал Поэта. С готовностью итальянец поднимает руку. Джузеппо Поэта нарушил правила. Первый раз в матче. Командных полов в этой четверти у Уччи два. Симонс на площадке под двенадцатым номером Севрик Симонс. Что-то Коцевелис хотел сделать совершенно необыкновенное. Спановился. Третье свое персональное замечание получил. Это четвертый командный фолл у Олимпиакоса. Ну, на всякий случай сорвал быстрый прорыв. Пятого и пошел отдыхать. Принтезис слышал. Интересно, а Бегич еще появится? Нет Плейса, нет и Бегича, и наоборот. И такой мяч промахнулся Козор и еще нарушил правила. Не оказали сегодня сопротивления, серьезного, хоть какого-нибудь сопротивления. Испанский клуб Олимпиакосу не оказал. Легкая прогулка, победа в гостях, очень укрепляет. То есть у Олимпиакоса это будет вторая победа, но гостевая очень укрепляет его шансы на выход плейла. Очень. Это так же, как вот после сегодняшней победы над Жалкинсом, имея победу в гостях над Галатасараем, и после поражения Баварии вчера от Галатасарая дома в Бюрхене, шансы Локомотива на то, чтобы занять четвертое место в группе Ф, выше, чем всех остальных его конкурентов. Да, там понятно, что Макабица и Скай и Реал будут выше, чем Локомотив. А вот Локомотив сейчас опережает и Баварию, и Партизан, и Галатасарай, и даже сыграв с ними со всеми ничью, все равно будет впереди. И сталк, кулак вверх, это точно название комбинации нападений. Коллинз в быстром прорыве. Ну, честно говоря, понятно, что остался без Эйси Лоу Олимпиакос, и Коллинза взяли в качестве замены, ну, неравноценная замена, такой пользы, как приносил Эйси Лоу Олимпиакосу Коллинз, конечно, не принесет. Да что ж такое, ребят, ну, поиграйте в баскетбол, перестаньте хамить. Ван Остром заработал фолк, но обеих команд уже бонус, то есть каждое следующее нарушение будет караться пробитием двух штрафных. У Симмонса просто так мячик не вырвать из рук. Пока обрабатывал мяч, Симмонс на ходу совершил лишний шаг. Испанулись, показывая, что это его вина, что он неудобную передачу отдалит. Хорошее музыкальное сопровождение во дворце любительский духовой оркестр. Ну, забей! Забил! Молодец, поэта! И уже пять очков набрал. Четвертый фолк спанулся. Для того, чтобы открыться, ему понадобилось оттолкнуть опекуна неприкрытым движением. Не замаскировал его. Четвертый фолк. А кулак вверх, поэту не показывает. Не слушается он с кариолой. Ну, бей, Дёх. Я не издеваюсь. Хорошая передача. И бьет в аностром. Ну, кольцо чуть лиже висело. То, что сделаешь. Молодой волнуется. Поэт обокрал спанулся. И спанулся получил пятый фолк. Зря его выпустил борцов, совсем зря. Неужели кариола просит унышного банка? Потерял. Потерял. Чем фалил? Носом? Штрафные поэты забивает. Это Киберпляйс. И еще забивает. Обратите внимание. 13-4 счет в четвертой четверти. Правда, общий счет 82-66. 16 очков осталось от преимущества. Играть три с половиной минуты. Перпероглу. Не стал. Не стал бить. Коцевелес не стал бить. Мансарес не может бить. Ну, вот сфалил на счастье Олимпиакоса. Ну, не на счастье, конечно. Удача Олимпиакоса. Сфалил Фабиен Козор. И будет Перпероглу пробивать два штрафа. Сфалил Фабиен Кратос забивает. Очков у него становится восемь. И дону. Даже несмотря на отсутствие, Илоевский испанулись. Состав на площадке у Олимпиакоса и опытнее гораздо сильнее. Коцевелес поводился. Два разыгрывающих играют. Ну, обиделся на слуха Соборцокос. Хорошо. Бреха от принтезисов. Мимо денег. Так, так, так. Ван Остром что-то задумал. Нет, просто отдал мяч Поэти. Еще есть время. Есть еще время. Непонятно, почему Диоп не стал бить сверху. Но он набрал свое десятое очко. Поэти заработал еще одну результативную передачу. А это никуда передача была. Здесь уже никого не было. Из угла ушел Перпироглусим. Симмельс этого не заметил. Ну, вот 18-й номер. Карлос Мартинес. 1996 года. Форвард с ростом 197 сантиметров. Сейчас посмотрим. Мартинес. И, в общем, дублерами. Идет, нашел все-таки Поэта и отдал ему мяч. А если это фойл, то надо идти пробивать штрафную. Вот Карлос Мартинес отметился в протоколе. Персональным замечанием. А вот на ком он спалил. Прентезис прошагал мимо линии штрафного броска. А, а он спалил на Мансарисе. Лаевский вернулся на площадку. Отрезочек минуту 48 доверил ему борцов. Быстрее, быстрее, кричит Скориола. Передача на Диопа. Но мячик до него не долетел. Там по пути был Данстон. Лаевский. Данстон дисциплинированно не бьет трех. Уронили Данстону. Ух ты! Да, с такими физическими данными только в драку и лезть. Перпереду Данстону успокаивает. Кто-то успокоился. Пойдет пробивать штрафные. Полы-то кому-то из маленьких дали. То ли, ну маленьких, то ли Мартинеса, то ли Ванострона. Дио принес свои изменения Данстону. Брайан Данстон будет пробивать два штрафных. Между прочим, у него это... Нет, один штрафной он уже промазал. Такая техника. Можно из-за затылка бить штрафные броски. Но фалил-то Ванострон. Хороший принтезис так. Знаете, флегматично забрал подбор на чужом щеке. Отбросил. Давайте, молодые, решайте, что с этим делать. Хорошо. Первый угол воспользовался тем, что ни майной, ни диоп, а подстраховки не имеют никакого понятия. Но вот только такие мячи могут сейчас залетать у баскетболистов. Куча Лабараль. Ванострон забил. О, блокшот в исполнении Диопа. Во всех графах он не перехватил. Потерять он потерял, забить он забил много. Он не бил штрафные, но вот теперь у него есть блокшот. Илмейн Диоп, Сенегал. Лаевский. Все равно собирается. Не, не собирается. Данстон со средней. Вот штрафной он не попал, а со средней он забил. Последняя минута. Две атаки осталось в этом матче. Атака вот эта Куча Лабараль. А в ответной атаке, скорее всего, баскетболисты Олимпиадоса и по кольцу бросать не будут. Но это уже их дело. Ой-ой-ой, далековато. Далековато. Данстон забрал этот подбор. Мансарис пришел в нападение. Ну, не надо пугать поэту. Только не пугайте его. Лаевский решил не бить. Неужели Принтези сбросит? Да. И вот она, сирена. Уверенная победа Олимпиадоса 89-70. Я не могу назвать ее красивой. Но я должен сказать, что победа была одержана на общем классе команды. На, как сказать, на более высокой трудовой этике и игровой дисциплине. Поздравление борцову с Олимпиадоса продолжает путь к плей-оффу. Вам о баскетболе рассказывал сегодня Владимир Гомельский. Всего вам самого доброго.